Приступим к созданию метаданных. В качестве метаданных в QQ используются таблицы связи, загруженные в собственное проприетарное хранилище. Соответственно, сам процесс написания метаданных сводится к тому, что мы должны описать механизмы загрузки данных из источников. Давайте приступим. Создадим новый проект. У нас появляется мастер подключения внешнего файла. При создании проекта нам он не очень подходит, так как мы будем подключаться к промышленности BDS-кейлфереру. Соответственно, работу мастера мы отменим. Далее сразу рекомендую сохранить проект, так как чтобы выполнить хотя бы предварительную загрузку, нам будет необходимо иметь сохраненную версию проекта. Давайте назовем это тест. Физически загрузка данных из внешних источников в систему хранения QPU выглядит как набор скриптов. Соответственно, чтобы приступить к работе, нам необходимо запустить редактор скриптов. Это можно сделать через пункт меню файл, edit script или кнопочки на панели управления. У нас появляется такое окошко, в котором сразу заданы некоторые опции. В принципе, если у вас где-то что-то здесь не устраивает, в этих опциях по умолчанию, значит вы можете их здесь поменять сразу же. Далее нам необходимо создать подключение к нашему источнику данных. Для этого в этом нижнем окошечке нам необходимо выбрать тип подключения. Я буду использовать ABDB провайдер, нажать на кнопку Connect. И далее задать необходимые опции с подключением к источнику данных. Такие как сервер, логин, пароль и базу данных. Проводим тестирование. Тестирование завершилось успешно. Нажимаем ОК. После этого мастер нам генерирует вот такую вот строку, описывающую параметры подключения к источнику данных. Вот эту строку, в принципе, можно использовать еще где-нибудь. Например, в еще одном проекте Крепью. Теперь нам необходимо описать выборку из источника данных, которая будет загружена в систему хранения Крепью. Делается это путем написания скейльз-запросов к источнику. Писать скейльз-запросы мы можем как просто текстом, так и можем воспользоваться мастером. Перед тем, как описывать всю нашу витрину данных, я, пожалуй, продемонстрирую механику создания метод данных для Крепью на упаковом пластинговом примере. Давайте мы загрузим наш план продаж. И группу товаров, и укажем связь между ними. Для создания этих выборок я воспользуюсь мастером. Для того, чтобы воспользоваться мастером, нам необходимо нажать кнопку Select. Здесь у нас показывается наша структура витринга данных. Для начала давайте загрузим таблицу SalesPlan. Сплан продаж. И давайте сразу же сделаем запрос для загрузки группы товаров. Видим, появились два запроса, которые у нас выбирают данные из источников. Теперь нам необходимо выполнить загрузку этих двух таблиц в Крепью. Для этого мы должны нажать кнопку Rollout. Подработал мастер. И нам появилось окошечко, которое позволяет уже работать с элементами данных. Собственно, в Крепью. К нему вернемся чуть позже. А сейчас давайте посмотрим на ту структуру, ту схему данных, которая загрузилась в Крепью. Для того, чтобы нам посоветить эту структуру, нам необходимо запустить так называемый Table Viewer. Его можно запустить из пункта меню File или с крипт-эдитера кнопочкой Table Viewer. У нас появляется такая схемочка, в которой отображаются все таблицы и связи между ними. Но мы видим, что между SalesPlan и GoodGroup у нас связь не построилась. Она не построилась потому, что Крепью, связи между таблицами, между объектами таблиц, строят исключительно по именам. Чтобы у нас построилась связь между GoodGroup и SalesPlan, у нас ключевое поле, по которому будет строиться связь, должно быть иметь одинаковое имя. То есть здесь должен быть GoodGroup ID. И здесь должен быть GoodGroup ID. Иначе Крепью не находит связи между этими двумя таблицами. Давайте немножко мы исправим эту ситуацию. И переименуем справочники GoodGroup в плечевое поле E. Ну и сразу же переименуем калаке Name, чтобы он более читабельным был. Пробуем перезагрузить наше хранилище. И смотрим опять на структуру того, что у нас построилось. Видите, что так как когда я поле переименовал, сразу же появилась связь между ними. Теперь можно работать с этими элементами, как с единым целым. Теперь когда механика построения металлана к нам стала более-менее понятна, давайте забежим немножко вперед и рассмотрим одну проблему. Итак, у нас есть проблема следующего характера. У нас план продаж связан со справочником календарь по полю месяц. Но месяц не является ключевым полем справочника. И физически это связывает, как многие, ко многим. Эту проблему мы решим следующим образом. Кликью мы загрузим не полностью в справочник календарь, а отрежем его до месяца. И все остальные поля, то есть месяц, квартал, полугодие, год, мы объединим оператором группбай. А таблицу продаж к таблице продаж мы подтянем вместо даты поставим атрибут месяц. Таким образом мы полностью избавимся от детализации до даты. В принципе, для реализации нашего текущего отчета этого будет вполне достаточно. Теперь давайте полностью загрузим нашу витрину данных в внутреннее хранилище Кликью. Я, пожалуй, не буду писать все скрипты заново руками, а воспользуюсь готовыми, уже подготовленными ранее, чтобы сократить количество работы и длину этого ролика. Также я воспользуюсь механикой создания вкладок. Скрипт-эдитор позволяет создавать вкладки для кода. Таким образом, когда мы запускаем процедуру Reload, все вкладки, код во всех вкладках отрабатывает подчередно. И это позволит мне структурировать блоки кода и упростить навигацию в будущем для возможной модификации, для доработки. Так, в первую очередь мы загрузим вкладку Good Group. Точнее справочник Good Group. Групп. И давайте скопируем запрос на его загрузку. И попробуем выполнить загрузку этого справочника в хранилище. Видим, что все прошло успешно. Смотрим на результат. Появилась табличка. Идем далее. Далее загрузим справочник TradePoint. Возьмем запросы, связанные с TradePoint. Скопируем их на вкладку. Ваше внимание, что все поля, которые являются используемыми, то есть те, которые будут использовать пользователи. Я стараюсь называть своими ну и как бы естественно, то есть пробелами полноценно. А поля системного назначения, такие как идентификаторы, идут монолитно ну и с приставкой их назначения. Давайте пробуем запустить загрузку. Нажимаем close. Видим, что второй справочник тоже независимо загрузился с построением связей. В связи построены вроде как правильно. Далее давайте загрузим наш календарь. Как я и говорил, календарь немножко сократили до месяца. И все поля объединили императором в убае. Пробуем загрузить. Смотрим на результат. В принципе, все пока в порядке. Далее давайте загрузим справочник с фактом продаж. То есть сейвлс. видим, что сейчас, секунду. Видим, что сейвлс у нас идет с присоединением календаря. Точнее, его атрибута месяца. И нотификатор date заменен на месяц. Как я и говорил ранее. Пробуем загрузить. Смотрим на результат. Вот наш сейвлс. А вот все наши справочники к нему правильно потянулись по правильным полям. В принципе, пока все хорошо. Давайте дальше будем загружать сейвлс. Сладим палочку. И загрузим сейвлс. План. смотрим на результат. так у нас сейвлс. Сейвлс. И видим, что у нас появилась такая себе синтетическая таблица с названием синодин. Вот это вот. И тут получается следующая картина. клик. 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 такому хитрому. Вот такому хитрому. вот такой немножко на первый взгляд бардачок. В принципе, от этой синтетической таблицы можно избавиться. Например, объединив все таблицы фактов в одну. либо сделав эту таблицу самостоятельно. То есть, сделать такую таблицу с основным ключом и заменить ключ в таблицах фактов. Но я ничего этого делать не буду. Мне, в принципе, все устраивает в таком виде. Объем данных у меня пока небольшой. Поэтому проблем у меня быть не должно. И, в принципе, у нас уже данные методанные готовы для использования. Давайте мы еще исправим одну небольшую мелочь. Если мы посмотрим на пользовательский интерфейс для использования наших методанных, у нас есть куча полей системного назначения такие как идентификаторы, которые, в принципе, пользователям будут не нужны. Но они есть и мешают мешаются среди нужных полей. И для этого неплохо было бы их скрыть. Для того, чтобы скрыть, нам необходимо выполнить следующее. Нам необходимо задать параметр set специальный с именем height prefix. То есть, это будет тот префикс для полей, который необходимо скрыть. Я буду использовать подчеркивание, чтобы это было более наглядно, что ли. И теперь все поля, которые сейчас содержит идентификатор, я начну с подчеркивания. Чтобы они были скрыты от пользователя. пробуем перезагрузить данные. И смотрим, что все эти поля ключевые не исчезли. Остался только mons. Но mons содержит не просто идентификатор, а числовое представление текущего месяца. и оно возможно в некоторых случаях нам потребуется. Поэтому я его оставил. Если же при каких-то определенных ситуациях нам потребуется использовать скрытые поля, то мы можем нажать show system fields и все наши поля, которые мы скрыли, они появятся и будут доступны к использованию. Вот в таком виде, в принципе, у нас это данные готовы. Мы можем приступать к построению отчета.